Продолжается строительство многоквартирных домов в столичном микрорайоне Кувшинка. Он растет на месте так называемого Шанхая. Именно здесь получают бесплатно квартиры жители самовольно построенного поселка. Его снова застройщик взял на себя. Заселение идет в плановом порядке, но остался ряд нерешенных проблем. С жителями встретился глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. По словам сети-менеджера, это единственный микрорайон в городе, да и в республике, где жителей самовольно построенных ветхих домов переселяют в новые многоквартирные дома. Люди получают комфортное жилье. Администрация города и застройщик пошли на большие уступки и риски, выполняя условия жителей и договоров. Но вопросы остались. Кто заключил договор для любого участия? А кто не заключил? Наш не вызывает? То есть большая часть людей, которые здесь собрались, это те, кто не заключил договор для любого участия? Да, да. Всего необходимо переселить жильцов 282 самовольно возведенных домов. Из 90 переселены в прошлом году. В текущем запланировано переселить из 51 и из 141 в следующем. До конца 2017 года застройщик подтверждает намерение сдать дома и расселить всех собственников домов этого микрорайона. До конца второго квартала этого года 80 квартир будет получено собственниками этого микрорайона. Проблемы есть. Мы прошлись по микрорайону, сделали замечание застройщику по благоустройству, по парковочным местам, по входным группам, по качеству строительных материалов. Застройщик обещает это исправить. Около 30% жителей микрорайона до сих пор не подписали договоры долевого участия. Застройщик должен был это сделать до 1 апреля. Но случилась непредвиденная коллизия с прежней страховой компанией. Она ушла с рынка страхования. Сейчас застройщик ищет новую. Это позволит дальше продолжить заключать договоры долевого участия, отметил Алексей Ладыков. Окончательно поставить точку с заключением договоров долевого участия планируется до 1 августа. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.